Благодаря своему творчеству Салиджан Джигитов известен далеко за пределами родины. Он был поэтом, писателем, прозаиком, литературоведом и критиком. Им опубликовано множество монографий, научных, литературно-критических статей. Он внес большой вклад в становление развития Кыргызско-Турецкого университета МАНАСС. Его с уважением вспоминают ученики и коллеги, цитируют высказывания, сделанные им 20-30 лет назад. И пользуясь своим авторитетом, своими знаниями, он заложил основы нашего университета. То есть сегодняшнее положение, сегодняшние достижения университета во многом были его трудом. Он слишком рано ушел из жизни. Здесь выступающие отмечают, что если бы он был жив, очень много еще для хрызского народа сделал бы. Салиджан Джигитов был заведующим сектором Института языка и литературы Академии наук. Преподавал в главном вузе страны – Государственном университете. В 1984 году был удостоен госпремии Кыргызской СССР в области науки и техники за участие в создании многотомной кыргызской советской энциклопедии. Он также является автором кыргызско-русского словаря по экономике и юриспруденции. Салиджан Джигитов умело пользовался критикой, выступая по разным проблемам. Салиджан Агай большое внимание уделял текстам журналистов, работая в этой сфере. Его высказывания, произведения будут актуальны в веках. Он навсегда останется в истории таких личностей, как он, я еще не встречал. Я рад, что мне посчастливилось знать его лично. Отец всегда был другом и наставником, вспоминает дочь Салиджана Джигитова – Салима. По ее словам, он всегда мог выслушать и дать правильный совет. Справедливость была главным его качеством. Он пример не только для своих детей, но и молодежи. Он не гнался за деньгами, за большими тиражами. Он гнался за качеством. Он работал на будущее. И можно сказать, это гений не только кыргызского народа, но и всех тюркских народов. Все тюркские народы могут гордиться такой масштабной личностью. Я думаю, с каждым годом интерес к его творчеству будет только возрастать. Будущее Салиджана Джигитова, если его труды будут переведены на ведущие языки мировые, то есть английский, возможно, турецкий, ему научное сообщество, а его коллеги дадут оценку. Поэт, ученый, критик стихи Джигитова глубоко лиричны и прекрасны. Его первый сборник песен «Тайна веры» был издан в возрасте 35 лет. Доктор филологических наук также изучал и оценивал произведения кыргызских поэтов и писателей. Его труды будут обсуждаться на онлайн-конференции. Я думаю, что участников онлайн-конференции будет много. Любой желающий может послушать доклады профессоров про Салиджана Гая. Салиджан Джигитов родился 17 марта 1936 года в селе Кульду Кузгенского района Ужской области. Он потерял мать в 11 лет, а отца в 14. В детстве будущий писатель увлекался книгами. Будучи подростком учился в столичном интернате номер 5, а студентам опубликовал стихи и статьи в газетах.